Привет, мои дорогие подписчики, а также гости канала. Сегодня мы поговорим о стереотипах, которые, к сожалению, живут до сих пор в нашем мире. Начинаем! Первое. Блондинки не очень умные. Почему мы так думаем? Во-первых, есть мнение, что в начале еще 18 века куртизанка Розалье Дюте сыграла в постановке роль недалекой блондинки. Тогда еще говорили, что она сыграла саму себя. Второй вариант. Большое влияние оказал образ Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Да и аналоги с куклой Барби сыграли свою роль. На самом деле цвет волос не имеет значения. Главное, чтобы мозги были. Второе. Бойцовые породы собак чрезвычайно опасны. Почему мы так думаем? Бультерьер, старшординский терьер, питбуль, добербан и другие пользуются дурной славой, как опасные агрессивные породы. В этом еще и СМИ помогают. На самом деле опасных пород нет. Есть опасные владельцы, которые не смогли правильно воспитать собаку. Если такое случается с бойцовой собакой, она может нанести большой ущерб, чем другие породы, так как наделена большой силой. Кстати, согласно классификации Международной кинологической федерации, бойцовых пород не существует. Это так, на заметку. Рокеры. Номер три. Они агрессивные и плохие. Почему мы так думаем? Рок-музыка на протяжении своей истории была неразрывно связана с протестом, а позже и с оккультизмом. На самом деле все мы хотим, мы этого или нет, порой испытываем гнев. И так устроен социум, что мы должны сдерживать его. Рок же помогает изучить свои чувства и не прятать их. Согласно исследованиям, после прослушивания тяжелой музыки, люди чувствуют себя более активными и вдохновленными. У них снижается уровень раздражительности. Что касается оккультизма, музыканты прибегали к нему исключительно для создания антуража и загадочности. Они как бы соревновались, кто из них круче. 4. Открытки нужно дарить вместе с подарками. Правда, это тоже не обязательно. Как появился миф. До начала 20 века открытки поздравляли только по почте. А благодаря рекламной кампании Hallmark, они стали вручаться лично, как необходимое дополнение к подарку. В рекламе делался акцент на то, что это красиво, и можно написать теплые слова, которые человек надолго запомнит. А всего-то можно на словах это сказать. 5. Пиво и сладкая газировка утоляют жажду. Правда, напитки с содержанием сахара и алкоголя провоцируют жажду. Как появился миф. Реклама любых прохладительных напитков делает акцент на то, что их нужно пить в жару. Производители предпочитают умалчивать правду, что на самом деле единственное, чем можно утолить жажду, это обычная чистая вода. 6. Ананас, грейпфрут, сельдерей или суп из капусты могут сжигать жир? Да, на самом деле нет. Нет таких продуктов, которые бы могли сжигать жир. Нет таких продуктов. Некоторые продукты, такие как продукты из цельного зерна, красная фасоль и то лишь совместно с кофеином, могут увеличить скорость метаболизма, но лишь на небольшой промежуток времени. Поэтому они никак не являются причиной снижения веса. Да-да. 7. Бренды. Номер 7. Мы привыкли, что Гуччи, оригинальные, Адидас или Пума – это очень дорогие бренды. Но! Только 30% брендовой одежды и техники – именно качественный товар из дорогого материала. Остальное, 70%, это хорошо раскрученные фирмы и товары, в которых куча бриллиантов, золота и немного стиля. И все. Бренд не означает суперкачество или технические возможности. Это просто хорошо распиаренный товар, который говорит, что в них ты будешь не таким, как все. Вот и все. Ну, надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, вниз, подпишитесь и что-нибудь напишите в комментарии. Я обязательно прочитаю. Пока-пока! Пока-пока!